Друзья мои, приветствую! В эфире ваша Кхель с рубрикой ответы на ваши вопросы. Ко мне поступил такой интересный вопрос. Можно ли самостоятельно снимать порчу и стоит ли вообще снимать ее самостоятельно? Я вам расскажу следующее. Если у вас сломалась машина, вы ее пригнали в сервис, подходит к вам мастер в сервис и говорит, знаете, говорит, вам чемоданчик с инструментами, чините, говорит, свою машину. Вот, вроде, говорит, и подъемник есть, и инструменты есть. То есть разбираетесь в поломке, почему сломалась, как и почему. Дает вам этот чемоданчик, и вы начинаете чинить свою машину. Такого же не бывает. То есть каждый мастер в своем деле. То, что касается магии, здесь на самом деле все очень сложно. То есть порча, порча, рознь. Смотря через что порча наведена. У каждого эгрегора есть своя энергетика. Нужно правильно определить, через что порча была отведена, правильно ее снять. И самое важное, чтобы не было последствий после снятия. Некоторые горе-мастера-то как делают? Они вроде снимают, силенок-то им хватает на снятие порча. А, например, защита либо слабовата, либо вовсе человек не ставит защиту. Что происходит? Человека почистили. Человек вроде в себя пришел, а через какое-то время взял и слег. Что происходит? Мастер плохой? Не совсем. То есть мастер либо не умел, сделал обряд, либо не перекрыл достаточно сильной защитой. Пошла обратка, и вся порча вернулась обратно. Вот. Поэтому, если вы мастер, я думаю, что у вас вообще такого вопроса не должно возникнуть. Можно ли снять порчу самостоятельно? Если вы обычный человек, не связанный с миром магии, либо вообще только в этом начинаете, я, конечно, рекомендую вам обратиться к мастеру, чтобы не наворотить тех дел, чтобы потом не разгребать последствия еще хуже. Можно не так снять порчу, можно вообще, скажем так, так напоганить и Грегору, который это сделал. То есть потом вам еще и Грегор будет мстить. Есть определенные вещи, и в практике у меня такое было, что даже некоторые мастера ко мне обращались с проблемными клиентами. И когда мы разбирали ситуацию, почему начало шарашить и мастеру, тоже его клиенту, и приходилось и мастеру там многое что убирать, нормальное состояние его рабочее водить, ну и, соответственно, самого клиента. Вот. Поэтому, дорогие мои, порчу, если вы не специалист, я бы вам не рекомендовала снимать самостоятельно, отвечая на этот вопрос, потому что можно получить либо никакие последствия не получить, либо получить очень непредсказуемые последствия. То же самое я вот люблю всегда примеры приводить, да. Если человеку требуется операция по сердцу, например, он же не пойдет к соседу дяди Вани. Ой, как говорят, на тебе скальпель, проведи ко мне операцию по сердцу, да. Потому что дядя Ваня вообще в этом ничего не смыслит. Вот. Он надрежет там, а человек потом в больничку и на погост. Поэтому, друзья мои, будьте осторожны в этом. Но то, что я хотела сказать про порчу, я, наверное, вам расскажу в следующем видео. Вот. А пока позитивные новости. Смотрите, какая тут красота для поднятия вам настроения. Да, в следующем видео я вам, наверное, расскажу, как вообще понимать, что на вас наведено магическое воздействие, если оно есть, да. То есть какие предпосылки, какие симптомы. Я думаю, что людям это будет интересно, чтобы вы хотя бы понимали, да. Потому что иногда вот клиентка мне одна говорила, ой, говорит, что-то мне всё лень, что-то мне всё лень, испиваться я начала. Ну, наверное, просто погода такая. В 90% случаях, дорогие мои, это не погода. Это именно воздействие, когда идёт утечка энергетики. Но об этом в следующих моих видео. Надеюсь, вам нравится рубрика, которую я веду. Поэтому я всё равно жду ваши вопросы. Присылайте мне их в личные сообщения или в WhatsApp. И я также их буду озвучивать в своих видео. Хорошего вам дня, ваша Кхель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова